Здравствуйте, дорогие телезрители, и, конечно, мои подписчики на канале YouTube. Очень рада нашей встрече. И сегодняшняя тема – роза. Что с ней сейчас надо делать? Я надеюсь, что они все розы, они – это розы, лежат у вас в холодильнике и не стоят вот так около балкона или там около окошечка, а вот так лежат, так вдоль стеночки, коробочка на коробочке. Желательно бы еще это завернуть в газету. Ну, поскольку съемки, я ее развернула и хочу вам показать, что делать дальше. Видите, у нее замечательные отростки, она проснулась, но отростки еще очень маленькие, ростки так называемые, не отростки, конечно. Вот когда они достигнут такой длины, как две фаланги пальца, значит, больше держать ее в холодильнике уже не имеет никакого смысла. И я покажу вам, что с ней сделать-то надо сейчас. Я надеюсь, что вы все сделаете правильно, потому что, ну, у вас другого варианта нет. Смотрите внимательно. Значит, нам нужно вынуть ее из этой коробки. Я надеюсь, что тот, кто розы купил уже месяц назад, две недели назад, сделали это. То, о чем я говорила в предыдущей программе. Вот там должно быть влажно. И я надеюсь, что вы все растригли вот этот хомут, которым стянуто место прививки у розы. Да, видите, пакет бумага влажная. Но я не вижу, чтобы сквозь этой бумаги, сквозь эту бумагу проросли корни. Ну, так говорят вообще поставщики роз, что это спецбумага, и она очень хорошо пропускает корни. Ну да, на самом деле, если она намокнет, посмотрите, она действительно очень легко снимается. Вы все привыкли считать, что и корнями называете у розы корневище. Вот это вот такое толстое, такое грубое. Это корневище, которое ее держит в почве. А корни у розы – это нечто иное. Это маленькие, беленькие, хорошенькие корешки, которые ее будут кормить и поить. Вот они, вот они замечательные белые корешки. Значит, еще неделька, поскольку отросточки еще очень маленькие, а не две фаланги пальца и даже не одна, то можно еще немного подождать и дать ей возможность развить белые корни очень мощно, потому что именно они будут ее питать. Потому что запас питательных веществ в корневище достаточно большой, и эти отростки распустятся однозначно, особенно в тепле, особенно стоя. Распустятся-то они распустятся, но если этих беленьких не будет, они просто погибнут. Они потом высохнут. Вы это уже 10 раз видели. Поэтому не надо торопить события. Значит, по возможности заверните ее назад. Ну, хотя бы то место вот тут разваливается, ее упаковка. Я поступлю, ну, да, по-сибирски, а что? Первый раз, что ли? Я постараюсь ее вставить в этот пакет, либо в другой, но постараюсь, ничего не сломайте, и мы уберем ее в коробку. Если бы у нее корневая система была развита очень сильно, тогда мы должны ее посадить. А вот как? Сейчас покажу. Значит, что же делать, коли у вас отростки уже большие, или вы купили с такими? Ваша задача внимательно разглядеть белые корешки. Вот такой горшок, он называется горшок роза. Посмотрите, видите, как он замечательно сделан. Дренажных отверстий, пятки, прекрасные четыре пятки, да, и там отверстия, и между ними отверстия. То есть, и сбоку отверстия. То есть, туда подсасывается, кроме того, что отходит вода, еще и воздух. А в воздухе есть кислород, так необходим корням который. Поэтому, если ростки большие, значит, берете такой горшок, насыпаете на дно сантиметров 10 почвы. Ладошечкой, кулачком, чем придется, уплотните ее. Пролейте, чтобы она влажная была. А потом, вот такие розы, сняв пакет, естественно, бумагу можно не снимать, пакет нужно снять, и вы аккуратненько поставите ее сюда. Посмотрите, не входит. Видите? Значит, корневище, которое снизу, вот оно торчит, вот она палка. Постучать могу. Значит, его нужно подрезать. Иначе, каким образом вы вообще розу можете присадить? Это неправильная посадка. Ну, хотя бы, чтобы прививочный кулачок был на таком уровне. Оно уж никак не на таком. Поэтому внимательно, когда уже все, корешки готовы, верх растет, садим в горшки, пересаживаем. И что делаем дальше? Посадив розу, пролив ее, обмять, нужно обязательно все плотно прижать, всю почву, пальчиками ее уплотнить. И она должна быть по составу. Посмотрите, сколько здесь кокосовой этой стружки. Какой замечательный состав. Здесь и резанный есть кокос, и просто кокосовый брикет. Обязательно, конечно, немножко можно опилочек для рыхлости, рыхлости еще большей. Ну, конечно, перлита, конечно, вермикулита, чтобы лак удержал. Все в разумных пределах. И когда вы уже посадите, все пролито, влага сбежала. Не надо на окошко, на солнышко сразу. Нет. Два-три дня она должна простоять у вас, ну, на рассеянном свету, или около окошка внизу, или на балконе. Но, опять же, внизу, на полу балкона, чтобы прямые солнечные лучи ее не касались. И жара ей тоже ни к чему. Иначе верх начнет расти очень быстро. Корешки не успеют развиваться так быстро. И вы опять потеряете розу. И, пожалуйста, когда покупаете в магазине, ну, вы хоть немножко-то смотрите, что вы берете. Ну, вы хоть потрогайте, где у нее там корневище. И чего вам вот такие отруски долить? С такими отрусками кто выживет? Да вот за сто процентов, что при таких отрусках у розы нет корней. Такое может быть. Но только в мае месяце, когда они отстояли, отлежали в холодильниках у торгующих организаций. Отлежали, они отстояли. Вот так корни образуются, а не вот так. Когда они в магазине отстояли, у них там очень холодно, специальные есть холодильники для них. Тогда корневая система развита и отруски большие. Так их видно сразу, что у них кончики не почернели и не загнулись. Вы должны четко понимать, что вы покупаете. Это же ваши деньги. Извините, такая роза в магазине стоит около 300 рублей. Ну, это же, мама дорогая, третья часть тысячи. Это же полтора килограмма великолепного мяса. Вот поэтому думать надо, прежде чем купить. Я надеюсь, что все услышали и увидели, и все меня понимают. Я за то, чтобы деньги надо тратить с умом, а не просто так. Ну, на этом всего доброго и до свидания. Всегда ваша тетя Таня.